Слушай, ну это только из-за того, что пенсия маленькая, да, ты не можешь закончить? Нету ее вообще. Привет. Итак, Евгений Кузнецов чист перед законом. Он может спокойно выступать за сборную в любых соревнованиях под юрисдикцией и ХФ. Осталось только сборную вернуть. Защитник Лукаш Клок из Чехии год назад отправился из Нижнекамска в НХЛ, но провел лишь 4 матча за Туссон. Теперь он возвращается. Скоро приедут все легионеры и в Амур. Амур в этом году всерьез решил исправить свои спортивные результаты. На рынке клуб не жалел денег, но все равно сталкивался с отказами, хотя предлагал цены выше рынка. Потому что имидж у клуба ужасный, потому что никто не хочет летать, да и веры в команду нет. Хабаровчане всерьез обновили состав, но самое главное приобретение – главный тренер Андрей Мартимьянов. Его позвали как раз для того, чтобы он гарантировал минимальный результат – выход в плей-офф. А тренер умеет поставить игру. Он добивался успеха даже с Сибирью. Я знаю, что вы очень серьезно относитесь к тренировочному процессу. От всех отдача такая, что все действительно работают? Претензий вот за эти 5 дней, которые мы вместе работаем, претензий вообще никогда в игроку нет. Ни к молодым, ни к ребятам, кто уже опытным. Все работают от и до, от ножа. Контроль ведется, конечно, медицински за ними. И по их пульсу видно, что парни выкладываются. Не, ну вот вы видите на льду. Все делают то, что надо. Стараются, стараются. Да, многие упражнения, многие требования, как будто может в диковинку. Но тихонько останавливаемся, спокойно объясняем. Доносим до игрока, что мы от него хотим видеть и как это исполнять. Какие-то у вас требования, что для некоторых в диковинку? Ну, упражнения, может быть, оно не знакомое. Для кого-то оно знакомое, он уже знает, что делать, а кто-то не знает. Особенно сейчас вы вторая группа, у нас достаточно молодых парней, они теряются немножко в этих ситуациях. Ничего страшного, остановим нас для достаточно. Состав все равно усилился. Жаль, конечно, что никак не могут договориться с Иваном Николичниным, который стал бы лидером второго звена. Но это как раз к разговору о том, что в Хабаровске постоянно влезают в какие-то грязные скандалы, которые бьют по их репутации. Но зато из Ярославля приехал Егор Коржков. Весной обмен в Амур стал шоком, но потом хоккеист поразмыслил и понял, что не все так плохо. Да, перелеты, да, клуб, который не претендуют на кубок, но отлично возможно что-то изменить в карьере. Плюс Андрей Мартимьянов будет прекрасно относиться к хоккеисту, если тот начнет давать результат. Слушай, ну интересно, что новое все равно, и другой процесс, другая команда все равно с ребятами как-то контакт ищешь. Ну и в новинку знаешь, интересно все. Удивлен, что здесь не только защитники играют, но и нападающие. Как сейчас с Мартимьяном? Я знаю, у вас были разговоры по телефону, да, еще до обмена, после обмена. Каким он тебе показался? Да, я думаю, так на первое время, я думаю, справедливый. Все по делу. Если хорошо работаешь, ты играешь, они смотрят ни в паспорт, ни кто ты, там, за былые заслуги, это, я думаю, большой плюс его. А ты сам смирился с тем, что шел из топ-клубов, клуб, который, ну, сейчас задача попадания в плывов. Почему? У нас первый раунд пройти задачи, минимум. Ну, я не знаю, сложно оценивать, но я думаю, самое главное, это стимул для себя, перезагрузить карьеру, помочь команде, а там уже видно будет. Капаровчане все время проведут в центральной части России, да и сезон они не начинают в Москве, а через шесть игр вернутся домой. Возможно, действительно в этом году все получится, если организационные неурядицы не помешают. Ну, а что хорошего в организации? Завтра вы переезжаете на уже на плохой лед, в плохую раздевалку. Нас это делает сильнее. Ну, против СКА как мы будем бороться? Никак, мы же не можем. Ну, вы же солидная команда. Ну, солидная. Ну, там повыше люди, люди. Ну, вы в траке попытаетесь выездить. У вас Кокрихова отправьте и... Ну, и Мищенко может. Ну, ты сам знаешь, Класс. Полдаева, ёлка. Он же добрый. В субботу в российском хоккее состоялось четыре выставочных матча. Отметим первую победу Норильска, пусть и над клубом МХЛ. Победил АКМ-юниор, а Талпар взял реванш у реактора. Защитник Роман Рукавишников год назад подписал со СКА четырехлетнее соглашение, но уже через сезон стал ненужен клубу. Вот такие моменты в жизни СКА надо исключить. Главный тренер Роман Ротенберг подписывает пятилетний контракт с Петерским СКА. Это рекордный договор для российского хоккея. При этом все понимают, что отработать его полностью будет непросто. По разным причинам. И тренеру нужно очень сильно постараться, чтобы провести этот период на высоком уровне. СКА – особая организация. Смеяться над этим или ругать нет никакого смысла. Нужно просто принять и наблюдать. Ротенберг не имел большого тренерского опыта. У него не самая богатая игровая карьера. Возможно, виной ситуации никто и никогда не доверил бы Роману работу на таком уровне. Но обсуждаем мы совсем не это. В современном хоккее игровой бэкграунд не имеет решающего значения. А именно тех, у кого не было никаких успехов в профессиональной карьере, на слуху, Боб Хартли вообще работал стекольщиком. Главная проблема Романа Ротенберга – максимализм. Терпение, умение принимать поражения и тщательно разбирать ошибки – это качество приходит с опытом. И если тренер СКА хочет выигрывать, ему придется все это принять. Нет таких хоккеистов, которые выступают идеально. Нет спортсменов, которые никогда не ошибаются. И это часть их карьеры. В СКА же к любой неудаче относятся слишком серьезно. Поражение – едва ли не трагедия, которая может привести к непредсказуемым последствиям. Какой-то хоккеист пересаживается на трибуну или даже отправляется из расположения клуба. Моментально начинаются поиски оптимального состава, тасуются звенья. Это в СКА случается слишком часто. Но с подобным отношением очень непросто достичь успеха. Борис подписал двусторонний контракт с защитником Кириллом Полоховым. Быстрее бы команда вышла на лед. Хочется узнать, что у них получилось. И последнее нападающий Николай Коваленко в ближайшее время подпишет контракт с Колорадо. Правда, нынешний сезон он все равно пройдет в Нижнем Новгороде. Отправится за океан только весной. Риск для Николая? Да не совсем. В любой момент он может вернуться. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok